Все пятеро новобранцев уверены, в хорошей физической форме должен быть каждый, будь ты спортсмен или военный. Павел Слезин уже больше десяти лет занимается грибным слаломом. Кано и двойку знает, как свои пять пальцев. За долгие годы участия в различных соревнованиях заслужил статус серебряного призера первенства России. Во время службы в армии решил продолжить занятие любимым делом и был зачислен в спорт роту. Присяга для Павла, как и для многих военных, события. Мои эмоции позитивные, торжественный, священный обряд для меня. Я очень горжусь, мне выпала такая честь служить в рядах российской армии и в то же время еще представлять страну на международных соревнованиях, совмещать приятное с полезным. Солдат российской армии должен быть полностью физически готов, не знаю, готов к труду и обороне на все сто процентов. В перерывах между тренировками спортсмены-солдаты-срочники испытают и все тяготы военной службы. Зато, говорят, в будущем это может помочь построить хорошую карьеру как спортсмена, так и военного. Перспективы этих спортсменов, если они показывают достойные результаты и подают надежды на дальнейшее развитие, то они также могут выбрать переход на военную службу по контракту спортивные команды Центрального спортивного клуба армии. Либо изъявить желание, если они хотят учиться, получить высшее образование спортивное, поступить в военный институт физической культуры, который находится в городе Санкт-Петербурге. Ну, так что все в их руках. В Самаре новобранцы пробудут несколько дней, затем их откомандируют в Москву, а уже там распределят по составам сборных России в зависимости от вида спорта, которым они занимаются. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.